Сколько уже? 7 гривен, да? Да, за что? Теперь за хлебобулочными изделиями хоть вообще не ходи, жалуются покупатели. Мало того, что новые тарифы вынимают значительную сумму из бюджета, теперь вот еще и хлеб. Ну вот хлеб, вот украинский вот этот хлеб, 10,05. А за что? А пенсия 1000 гривен. Это наберешь и коммунальные подорожают. Я всегда беру черный хлеб, сейчас уже буханка хлеба 8 гривен. Куда это идет? С пенсии, 1500 гривен пенсия. Скажите, посчитать. Соцветуется стоимость хлеба пенсии этой. Теперь повышаются тарифы. Посчитайте, сколько будут тарифы стоить. Газ, свет. Это что сделать? За все заплатить и протянуть ноги. Ценники во всех киосках хлебозавода Салтовский сменили вчера. На 30% подрос практически весь ассортимент. Такие манипуляции со стоимостью покупатели иначе, как спекуляции, не называют. Не понимают, как можно собственным зерном гнать цены вверх. Хлеба своего зерна полно, всего полно. Ну да, может быть, там тарифы чуть-чуть поднялись. Но не на такой же степени, что буханка хлеба 8 гривен. Послушайте, при всем том, что богатейшая страна, жительница, как говорится, Европы с хлебом, то о чем просто можно говорить? Поднимают неизжелание набить карман за счет покупателей, говорят, уже на хлебозаводе. Причин для роста цен сразу несколько. И повышение тарифов, причем ощутимое для производства, лишь одна из них. Подорожание пошло по цепочке. От аграриев, которые в условиях нестабильного курса гривны и предстоящей посевной, начали продавать зерно дороже. Соответственно, в цене подросла и мука. Мука подорожала порядка 50%. Когда там было подписано НКРЕ, подорожал газ природный, то есть, который мы расходуем. Мы расходуем порядка 400 тысяч здесь на трех заводах, порядка 400-420 тысяч кубов в месяц. То есть, он там с 7, грубо говоря, с 7 копейками подорожал почти до 11. Приплюсовались и горюче-смазочные материалы. Вот и выходит, либо работать себе в убыток, либо повышать цены. Но, подчеркивают, на хлебозаводе держат прежнюю цену на социальные сорта – арельский, дарницкий, украинский – и обещают, несмотря даже на явную его убыточность, продолжать его производство. Со вчерашнего дня стоимость на хлебобулочные изделия подросла и у других. Гарантировать стабильность цен производителям сложно. Слишком нестабильная ситуация. По этой же причине не в состоянии пока прокомментировать повышение хлеба в цене и облгосадминистрация. Оксана Нчапаренко, Андрей Домовой, Агентство телевидения новости.